МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале ЖТСУ новости. В студии Панау Симбекова. Сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Перемен. Мы ждем перемен. К оффлайн-урокам возвращаются школьники старших классов. Равные возможности. Подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов Можилиса парламента и Маслихатов. Мощная подача. Перенесенный волейбольный матч женской национальной лиги завершился победой ЖТСУ. Партия Нур-Отан вновь доказала свое лидерство в очередных парламентских выборах, состоявшихся 10 января текущего года. С большим отрывом по предварительным подсчетам набрала почти 72% голосов избирателей. Согласно данным экзитпола, 10,18% голосов. Второе место за демократической партией Ахжол. На третьем месте Народная партия Казахстана с показателем чуть больше 9% голосов. Таким образом, из пяти заявленных партий, три смогут войти в состав Можилиса парламента. При этом ЦИК Казахстана отмечает, что явка избирателей на парламентские выборы составила 63,3%. К слову, первый президент страны и председатель партии Нур-Отан Нур-Султан Азарбаев уже поздравил членов партии с победой. Почетная миссия. Одним из кандидатов в депутаты от Ассамблеи народа Казахстана стал уроженец Алматинской области, директор ЖТСУ «Облгаз» Владимир Тухтасунов. Об этом стало известно во время 28-й сессии Ассамблеи, которая состоялась сегодня в Нур-Султане, во Дворце мира и Согласия. В ходе заседания в голосовании за выдвинутых Советом АНК кандидатов в депутаты Машилиса парламента приняли участие свыше 350 избирателей. К слову, в числе делегатов со всех регионов страны Алматинскую область представили 19 членов этнокультурных объединений. Всего в Алматинской области 71 этнокультурный центр. Стоит отметить, при формировании списка кандидатов от АНК учтен ряд важных критериев, в том числе пребывание в депутатском корпусе не более двух сроков. В городе Нур-Султан прошла 28-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. В нем приняли участие от Алматинской области 19 делегатов. В ходе сессии состоялись выборы в кандидаты депутата Машилиса парламента Республики Казахстана от Ассамблеи народа Казахстана. По закону Республики Казахстана от Ассамблеи народа Казахстана выдвигается 9 кандидатов. И от Алматинской области был выдвинут кандидат директор ТОЖИТСУОБЛГАЗ Владимир Токтасумов. В день выборов в Алматинской области на свет появились 94 ребенка. 13 из них пополнили число жителей Талдкургана. Это 7 мальчиков и 6 девочек. По словам директора областного перинатального центра Каната Жумашева, все дети и мамы чувствуют себя хорошо. Своим малышам многие родители дали имена Сайлау, Сайлаубек, Сайлаугуль. В целом рождаемость в области высокая. По итогам прошлого года только в Талдкургане в областном перинатальном центре родилось 6600 детей. Ожидается, что в этом году рождаемость составит 7000 младенцев. Уже завтра к традиционному формату обучения вернутся школьники 9, 11 и 12 классов Алматинской области. Это необходимо для подготовки к экзаменам. Следует отметить, постановление главного санитарного врача области не касается города Талдкурган. В связи с эпидемиологической ситуацией онлайн-обучение в областном центре продлили еще на 10 дней. Отметим, в регионе с начала года зарегистрировано 459 случаев коронавируса. Самые высокие темпы роста КВИ за последнюю неделю показали 0,7%. Заражаемость среди учеников с начала учебного года составляет 279 лабораторно подтвержденных случаев. Из них 20 обучались в очном режиме и 259 дистанционно. Обучение будет проводиться в школах заполняемостью до 300 человек, дежурные классы до 15 человек. С 1 по 5 и выпускные классы. В Алматинской области ситуация остается стабильная, но в то же время в некоторых районах отмечается превышение областного показателя. Это город Талдыкурган, Талгарский, Панфиловский и Скельдинский районы. Там будет выпущено постановление главных санитарных врачей района с соответствующими ограничениями. На 11 января 2021 года в Казахстане зафиксировано 163 019 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 746 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 2319 человек. В активной фазе болезни находится 11 618 человек, из них 221 в критическом состоянии. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня 149 082. Красная зона обновилась в Казахстане. Новую информацию об эпидемиологической обстановке опубликовал Минздрав. Согласно обновленным данным, в Красную зону по темпам распространения коронавируса вошла Атраусская область. Кроме того, в Красной зоне остается Ахмолинская область, в Желтой зоне Нур-Султан и Алматы, а также Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. Место встречи – школа. В Алматинской области полным ходом идут подготовительные работы к третьей четверти учебного года. Уже 12 января школьники смогут учиться в привычном режиме, но с некоторыми изменениями. Какие правила и какие ограничения ведут в образовательных учреждениях на предстоящих занятиях, узнавала наша съемочная группа. На этих партах уже в скором времени вновь появятся школьные принадлежности и книги. Для безопасного обучения здесь есть все санитарные средства – от элементарного мыла до кварцевой дезинфицирующей лампы. Изменили и расписание перемен для каждого класса, с целью уменьшить контакты среди учеников. И главное новшество в том, что не дети теперь будут ходить в кабинет к учителям для урока, а педагоги станут приходить в классы и проводить занятия. Классы мы все подготовили, чтобы дети пришли в школу и обучались. До обеда будут обучаться 9-11 класс у нас. По расписанию один класс начнет с 8 часов, второй класс начнет 8.05, третий класс начнет 8-10. Они друг друга не будут видеть. В классах будут сидеть по 15 учеников через порту. Если в Талукургане не будет выявлено новых случаев заражения опасным недугом, то уже через 10 дней эти школьные кабинеты распахнут свои двери для учеников 9-11 и 12 классов. Напомним, важное условие главного санитарного врача Ламатинской области – не более 300 человек в образовательном учреждении. С первого по четвертые классы у нас пойдут на оффлайн обучение 9 790 детей. В пятых классах на оффлайн обучение пойдут 3463 детей. И в девятых классах у нас будут обучаться оффлайн 2380, а в одиннадцатых классах 1267 детей. 70% обучаться традиционно в школах, и 30% предметов будут обучаться онлайн. Это в городе Талукурган. Также в организации учебного процесса в Алматинской области планируется и увеличение оффлайн-школ. Если во второй четверти свою работу выполняло 190 образовательных учреждений, то в третьей четверти это количество увеличится до 380. Второе изменение – это учащиеся пятых классов могут на основании заявления родителей получать обучение в школе именно в дежурных классах. То есть дежурные классы будут теперь у нас организованы с первого по пятой классы. Вместе с тем, если у родителей или учащихся возникают вопросы по обучению, то они могут обратиться по номеру телефона горячей линии 8-776-979-6064. Руслан Нурмуханбетов, Аблайхут Тухпай, телеканал ЖИЦУ. Рекорды по росту ипотечного кредитования и бум в сфере строительства ожидают эксперты рынка недвижимости в этом году. Несмотря на пандемию, 2020 год для отрасли завершился 8-процентным ростом объемов сдачи жилья. Аналитики рынка ожидают, что квартиры начнут дорожать с весны, передает Хабар-24. Свыше 14 миллионов квадратных метров жилья сдали казахстанские компании в прошлом году. На 40% выросли объемы сдачи жилья в Нурсултане. Такой статистикой делится международный эксперт в сфере недвижимости Лев Тетин. Он отмечает, что в 2021 году в Казахстане планируют сдать свыше 15 миллионов квадратных метров. Как и в минувшем году, драйверами рынка выступят льготные ипотечные госпрограммы. Кинотеатры на грани закрытия. В Казахстане после жесткого карантина до сих пор не открылись около 30% кинотеатров. Несмотря на то, что во многих регионах их деятельность разрешили со строгим соблюдением санитарных мер, кинопрокатчики столкнулись теперь уже с другой проблемой – отсутствием новых фильмов. Подсчитывать убытки за прошлый год и параллельно с этим думать, как работать дальше, приходится сейчас владельцам отечественных кинотеатров. Им просто нечего показывать на экранах. Из-за пандемии Голливуд до осени отложил все запланированные примеры. Практически в замороженном состоянии сейчас вся мировая киноиндустрия. Многие проекты отложили до лучших времен. В Казахстане есть свыше 10 готовых отечественных кинолент, которые продюсеры тоже решили отложить из-за частичной заполняемости кинозалов. Напомним, согласно требованиям, зрители могут занимать не больше 30% мест. Казахстанский блогер и бодибилдер Юрий Толочко удивил своих поклонников очередным перформансом, сообщает про спортский «Зет». Напомним, что вчера в Казахстане прошли выборы в депутатов Мажелиса и Маслехатов. Толочко решил творчески подойти к обычной процедуре заполнения бюллетеня. Необычное видео блогер выложил на своей странице в Инстаграм. На кадрах видно, как полураздетый и раскрашенный Толочко проходит обычную процедуру голосования. Свой поступок блогер объяснил тем, что таким образом он хочет не допустить в Казахстане дискриминацию по цвету кожи и сексуальной ориентации. Организаторов крупной сети незаконных онлайн-казино осудили в Алматинской области. Трех предпринимателей признали виновными в организации горного бизнеса в Талдгургане, Жаркензе и поселке Балпахпи. В результате оперативных мер из-за незаконного оборота было изято около 70 единиц игрового оборудования. Всего подпольное казино заработало 134 миллиона тенге. Сообщается, что осужденные продвигали казино под видом легальных букмехерских контор. Талдгурганский городской суд приговорил каждого из организаторов казино к четырем годам лишения свободы условно. Они признаны виновными в организации незаконного и горного бизнеса. В Алматинской области увеличилась раскрываемость преступлений. Эта цифра составила 65%. Принятыми мерами установлено и задержано 308 разыскиваемых правонарушителей. Раскрываемость тяжких видов преступления также увеличена в разы и находится на постоянном контроле руководства департамента области. Благодаря целенаправленной работе блюстителей закона в регионе раскрыто 30 ранее совершенных преступлений, касающихся умышленных убийств. С этого года работа в данном направлении будет только усиливаться, отметил начальник криминальной полиции Алматинской области. До 8 градусов тепла поднимется температура в Алматинской области уже завтра. По прогнозам синоптиков, Казгидромет потепление в регионе продолжится до 15 января. Наступившая оттепель продержится три дня. Связано это с ослаблением западно-сибирского антициклона. Температура будет настолько теплой, что по области ожидается дождь, особенно в горной местности. После 15-го числа постепенно вернутся холода. Ночная температура в некоторых районах области, по прогнозам синоптиков, будет достигать 22, а местами 26 градусов мороза. На территории области в ближайшие три дня будет сохраняться теплая погода. По области на 12-е число 3-8 градусов тепла. Далее по территории области ожидается осадки, то есть это дождь с переходом в снег. Также будет наблюдаться местами туман и кололёд. Для жителей города долгожданная оттепель стала искренним поводом для радости. В пандемию многие избегают посещения различных заведений, но из-за морозов не могут долго находиться на улице. Благодаря повышению температуры, многие жители могут выйти на улицы и в волю прогуляться. Мы так ждали этих теплых дней, наконец-то они настали. Теперь мы все с удовольствием вышли на улицу посидеть, пообщаться, подышать свежим воздухом. Сегодня такая прекрасная погода, даже можно забыть обо всём. Дышится легко, светло. Все люди в Толкургане вышли погулять. Это так приятно, что можно пообщаться. Но, конечно, надо не забывать про социальную дистанцию и про маски. О погоде на улице легко можно судить по сухим дорогам и распахнутым курткам. Жители города, забыв про шапки, наслаждаются солнечными днями и свежим воздухом, прогуливаясь по улицам. Долгожданная оттепель радует население. Об этом можно судить по тому, сколько людей вышли на прогулку в разных частях города. По сообщениям КАЗ Гидромета, тёплые дни продлятся до 15-го числа этого месяца, после чего постепенно начнутся морозы. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией Франция сделала начало комендантского часа более ранним. С 18.00 вместо 20.00 еще в 8 департаментах. При этом объявлять в стране третий локдаун Париж пока не намерен. Во вторник расширенный комендантский час ведут также в Варе и Альпах Верхнего Прованса. Таким образом, зона нового режима ограничительных мер, в которую уже входили 15 департаментов, охватит весь восток Франции, а также часть юга и юго-востока страны. Своё решение французские власти объясняют тем, что на указанных территориях показатель распространения инфекции выше допустимого уровня. В Марселе в пятницу был обнаружен очаг британского штамма коронавируса, который считается более заразным. Он был выявлен у 21 человека. Второй дозой вакцины от COVID-19 начали прививать в воскресенье в Израиле. Компания по вакцинации, развернутая еврейским государством, стала одной из самых быстрых в мире. От нее ждут большого эффекта еще и потому, что она проводится на фоне третьего общенационального локдауна в стране, введенного в связи с новым всплеском эпидемии. Первую из двух доз вакцины получили уже 20% израильтян. Израильские власти договорились о поставках необходимого количества доз препарата с компанией «Физер». 7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин «Модерна». Премьер-министр заверяет, что к концу марта будет вакцинировано все население страны старше 16 лет. В Испании по меньшей мере 4 человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которую власти называют самой сильной за последние полвека. Правительство призывает жителей королевства оставаться дома. Накануне спасатели и добровольцы помогли сотням водителей выбраться из заблокированных снегом машин. Буря сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями. Высота снежного покрова в Мадриде превысила 50 сантиметров. Сотни молодых людей устроили в центре столицы массовую игру в снежки, и муниципальная полиция заставила их разойтись, так как в Испании действуют ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса. Волейбольная команда «Шетесу» с разгромом одержала победу над командой «Алматы». В минувшие выходные состоялась игра второго тура национальной лиги среди женских команд. Стоит отметить, что это первая игра Талгурганского клуба после перерыва, связанного с обнаружением коронавирусной инфекции у некоторых членов команды. Встреча двух сильнейших в стране женских команд состоялась в городе Алматы. Соревнование проходило без зрителей в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на длительный перерыв в команде «Жетесу», девушки показали хорошую форму и с первых минут начали зарабатывать очки. Мы очень скучали по играм, потому что долгое время не играли, пропустили тур и очень хотели обратно выйти на поле. После карантина мы сразу же начали тренироваться. Хоть нам было тяжело, но тренер составил план, чтобы мы восстанавливались, но в то же время набирали форму. Игра прошла под диктовку команды «Жетесу». Сильные подачи и тактические розыгрыши не оставили шансов хозяйкам площадки. Завершилась встреча с разгромным счетом 3-0 в пользу Талгурганского клуба. Спортсменки обещают приложить все усилия, чтобы продолжить серию побед. Хороший соперник, достойный Алмата сейчас на хорошем уровне себя показывает. Мы неплохо сегодня играли, защитные действия у них неплохие, но наша команда сильнее, мы уверены в себе. Мы были, выходя на площадку, мы знали, что за нами победа. 3-0, польза нас. Талгурганскому клубу предстоит сыграть еще четыре матча второго тура. Отметим, эти игры промежуточные. А третий тур национальной лиги среди женских команд стартует в городе Павлодар с 15 января. ЖИТСУ встретится с Карагандой. Аделья Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИТСУ. Все на ковер. Воспитанники областной спортивной школы Олимпийского резерва готовятся сразу на два важных соревнования. Чемпионат Алматинской области и первенство Казахстана по греко-римской борьбе. На первом сформируется сборная ЖИТСУского края. Борцы намерены завоевать первое место в общекомандном зачете. О главных претендентах на первые места расскажет Алексей Цой. Большие надежды возложены на перспективного и мастеровитого спортсмена Алихана Далабая. На тренировках он выкладывается на полную. 9 лет борец греко-римского стиля посвятил себя этому виду спорта. Дважды становился чемпионом. И на этом 17-летний юноша останавливаться не намерен. Я выступаю, весит до 65 килограммов. Веду активную подготовку. Считаю, что только усиленные тренировки помогут мне выиграть. Моя цель – стать чемпионом. Еще один претендент на золотую медаль Амангильды Калибай. С самого раннего детства спортсмен посвятил себя борьбе. На грядущих чемпионатах он намерен завоевать первые места. В достижении цели поможет ему 4-летний опыт на татаме. Начал заниматься борьбой в Жаркенте. Моя цель – стать чемпионом Казахстана. А мечта – завоевать олимпийскую медаль. Буду для этого трудиться и упорно тренироваться. Всего спортивную школу на областном чемпионате представят 14 борцов. Тренировки проходят согласно графику. Каждый день они совершенствуются и оттачивают мастерство. А перед первистом тренеры усилили программу. Ведь первое место – планка высокая, но вполне достижимая. Сейчас все готовимся. Пока что на чемпионате области. Готовимся юношеские весовые категории. Работаем в основном на технику исполнения приемов и выносливость. Ставим перед собой большие цели. И надеемся завоевать первое место в общекомандном зачете. Чемпионат Алматинской области пройдет в начале февраля в Толгарском районе. Тогда и определятся спортсмены, которые представят регион на первенстве страны. Оно, к слову, стартует в Щучинске 25 февраля. Алексей Цойн, Ужан Муканов, Телеканал ЖТСУ. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин